здравствуйте дорогие друзья сегодня я хочу ответить на такой вопрос что мы имеем ввиду когда мы говорим что аутизм излечим сейчас я попробую это объяснить в первую очередь аутизм сам по себе это не диагноз это название синдрома то есть это название некоего набора определенных симптомов определенных отклонений от нормального пути развития ребенка что это значит это значит что у этих симптомов отклонений есть какая-то причина причем у одних и тех же симптомов причины могут быть совершенно разные поэтому два ребенка с одинаковыми симптомами могут иметь совершенно разный источник проблемы и соответственно и лечить их надо по-разному Согласно Википедии, аутизм представляет собой нарушение развития нервной системы, для которого свойственны многообразные проявления, отмечаемые впервые в младенческом или детском возрасте, и устойчивое течение расстройства, как правило, без ремиссий. Симптомы обычно сохраняются и у взрослых, пусть зачастую и в смягченной форме. Определение аутизма включает в себя следующую триаду. В первую очередь, это недостаток социальных взаимодействий, во-вторых, это нарушенная взаимная коммуникация, и еще это ограниченность интересов и повторяющийся репертуар поведения. Если наличествует только часть симптомов, то говорят о расстройстве аутического спектра. Помимо аутичных черт, у ребенка могут быть дополнительные отклонения. Тогда у него появляются дополнительные диагнозы, например, ДЦП, эпилепсия, повышенное внутричерепное давление и так далее. И ни у кого не возникает вопроса, например, от чего возникает ДЦП. Все знают, что причина ДЦП – это органическое поражение центральной нервной системы. Но мало кто задумывается над тем, что у большинства детей с ДЦП, как правило, присутствуют аутичные черты. Дальше возникает вопрос. Какой диагноз должен быть основным у ребенка с диагнозами аутизм, ДЦП и эпилепсия? То есть какой диагноз здесь будет ведущим? И вот здесь ответ на этот вопрос будет разным в разных странах. Причем в разные периоды он будет разный. Сегодня аутизм получил высокий приоритет над всеми остальными диагнозами. И у ребенка с доказанным органическим поражением мозга основной диагноз во многих случаях будет, тем не менее, аутизм. Потому что все признаки аутизма будут в наличии. Во многих странах мира диагноз аутизм меняется с возрастом ребенка. То есть когда ребенок достигает какого-то возраста специфичного для какой-то данной страны, то диагноз аутизм ему заменят на какой-то другой. Например, на умственную отсталость. Где-то еще на какой-то другой диагноз. В каких-то странах диагноз аутизм остается у ребенка пожизненно. Много лет занимаясь исцелением детей с диагнозом аутизм, мы уже знаем, что у каждого ребенка могут быть совершенно разные причины появления аутичных черт. И общее между ними, собственно, только одно. Это всегда органическое поражение определенных областей головного и спинного мозга различной степени тяжести. Собственно, вот от степени тяжести повреждения как раз и зависит, какой диагноз будет. Будет ли это аутизм, или это будет ДЦП, или что-нибудь еще хуже. Возникает вопрос. Почему количество детей, страдающих аутизмом, так выросло в последнее время? Собственно, у всех людей почему-то, ну, может не у всех, но у многих в последние годы есть ощущение, что этих детей становится больше с каждым годом. Соответствует ли это действительности? Мы в свое время тоже интересовались этим вопросом. Не очень понятно, действительно ли это так. С одной стороны, ВОЗ ежегодно расширяет критерии аутизма. То есть все больше процентов детей получает этот диагноз из-за того, что их симптомы вдруг начинают соответствовать вновь расширенному определению аутизма. С другой стороны, есть гораздо больше осведомленности. Например, в моем детстве, в блаженной памяти СССР, таких детей держали в специальных интернатах. Их фактически прятали и скрывали. И для них не было никакой такой вот общеизвестной реабилитации. Например, возле школы, где я училась в младших классах, был такой интернат. То есть эти дети были всегда. Просто когда-то их скрывали, сейчас про них знают все, и сейчас для них строят специальную инфраструктуру и в образовании, и везде. В общем, их можно увидеть на улицах и в общественных местах. То есть как-то общество просто стало про них больше знать. А с третьей стороны, когда мы сами глядим вокруг, мы имеем впечатление, что гораздо больше детей с отклонениями подобного типа. Причем именно в процентном отношении. Хотя, опять же, мы это специально не проверяли. То есть вопрос для нас остается открытым. Каковы причины аутизма? Собственно, про это уже мы как-то рассказывали. Еще раз я напомню, что причина аутических отклонений – это, как правило, органическое поражение центральной нервной системы определенного типа. Почему оно возникает? Я расскажу только про то, что мы встречали в нашей практике. Какие причины повреждения, поражения центральной нервной системы у детей мы видели. Наиболее часто то, что мы видели – это внутриутробное вирусное поражение плода, при котором повреждается центральная нервная система плода, и часто останавливается развитие некоторых его участков. Потом встречается внутриутробное поражение плода токсоплазмой и подобными другими факторами. Является важным фактором гормональное нарушение у матери во время беременности. То есть, например, проблемы с почками, преэклампсия, эклампсия, необходимость колоть инсулины за диабеты беременных. То есть, вот эти причины, они все могут приводить к повреждению центральной нервной системы у ребенка. Последняя причина может также приводить к недоразвитию поджелудочной железы у ребенка. И тогда ребенок может родиться с нарушением обмена веществ. Естественно, в списке есть гипоксия в связи с тяжелыми родами. Этот вид повреждения часто дает и отклонение типа ДЦП. Собственно, возможно, все эти причины дают ДЦП, если это более тяжелое. Некоторые родовые травмы приводят к аутизму. Врожденные причины типа генетических нарушений обмена веществ и гормонального баланса. Мы, естественно, не говорим о тяжелых генетических синдромах, потому что там диагноз ставится не аутизма, а именно конкретный генетический синдром. Тяжелые заболевания в раннем возрасте могут повреждать центральную нервную систему. Заболевания могут быть вирусные, могут быть любые другие. При них тоже может повреждаться центральная нервная система уже после рождения ребенка. К таким заболеваниям относятся и такие известные, казалось бы, безопасные, как кори-ветрянка. Собственно, существует такое осложнение от кори, которое называется коревой энцефалит. Ветрянка может давать ветряночный энцефалит. И если эти осложнения не в очень тяжелой форме, то ребенок вполне может начать проявлять симптомы аутизма. Опухоли мозга различного происхождения могут давать подобные симптомы. Ну, естественно, я упомяну прививки, поскольку сейчас очень на слуху, то, что якобы прививки приводят к аутизму. Я могу рассказать только то, что мы видели своими глазами. В общем, из нашего опыта на здорового ребенка прививка не оказывает отрицательного воздействия. То есть здоровый ребенок спокойно прививку переносит и дальше живет без всякого аутизма. Естественно, я говорю о прививках, которые сделаны хорошими препаратами, без отравляющих веществ внутри. То есть теми, которые реально были проверены. Но, несмотря на то, что здоровый ребенок переносит прививку замечательно, есть дети, как правило, это дети с нарушением обмена веществ в какой-то причине, у которых прививка дает осложнение, очень похожее на осложнение от того заболевания, от которого прививают. То есть, например, коревой энцефалит. Прививка от кори у такого ребенка может вызвать легкий вариант этого самого коревого энцефалита. Правда, за всю нашу практику мы такой случай видели только один. И, в общем, совершенно не представляем, какова может быть реальная статистика. Вот что мы видели действительно, это то, что дети, которые уже родились с внутриутробным повреждением центральной нервной системы, они гораздо более уязвимы для прививок типа ММА, РКДС, то есть для прививок, которые имеют в составе несколько вирусов. И эти прививки могут вызывать обострение симптомов. То есть это не значит, что если бы прививку не сделал, ребенок был бы здоров, он не был бы здоров. Но симптомы могли бы быть более сглаженными. Собственно, дальше ребенок может развиваться, либо его организм справится с этой заразой, и симптомы как-то исчезнут, то есть ребенок выздоровеет. Или они продолжат усиливаться и нарастать с возрастом, то есть центральная нервная система продолжит повреждаться. Собственно, мы видели и такие, и такие варианты, но у нас нету статистики, естественно, говорящей, как часто у ребенка с внутриутробным вирусным повреждением ЦНС все заживет само. Собственно, потому что мы наблюдаем, гораздо чаще симптомы усиливаются с возрастом, даже без всяких прививок. Степень повреждения центральной нервной системы у разных детей может быть очень различной, даже при одинаковой причине, и поэтому каждый ребенок всегда индивидуален в своей болезни. Ну и, наконец, я перехожу к самому важному вопросу, что это значит, что аутизм излечим. Когда мы говорим, что аутизм излечим, мы имеем в виду то, что аутизм вызывается органическим поражением некоторых областей центральной нервной системы. Эти органические поражения лишают ребенка физической возможности развиваться, а заодно зачастую приносят ему постоянный дискомфорт, из-за которого ребенок нервный, плохо спит, истеричный и так далее, гиперактивный. Подобно любым другим травмам, ранам, воспалениям и прочим повреждениям, вот эти повреждения тоже могут заживать, их можно заживлять, исцелять, вылечивать, и тогда ребенок сможет физически развиваться, как все остальные дети. Мы, центр БРДАВИД, мы обладаем методикой, позволяющей заживлять многие такие повреждения. К сожалению, не все, но реально очень многие. Эта методика основывается на альтернативной медицине, а также на наших личных способностях. Мы развивали и совершенствовали эту методику много лет. В свое время пришлось ее даже применить для помощи нашим собственным младшим детям. Мы знаем, что зажить может практически любое повреждение, естественно, за разное время и с разными усилиями. В нашей практике легкие повреждения могут заживать в течение дней или недель. Более тяжелые требуют месяцев или даже лет для их полного заживления. Дети, у которых зажили поврежденные участки центральной нервной системы, как правило, восстанавливают свою утраченную способность коммуникации, обучению и развитию. До какого уровня они это восстанавливают, сильно зависит от изначальной степени повреждения. Все такие дети сначала имеют некоторое отставание в развитии, просто потому, что тот материал, который они должны были бы изучить в нормальном состоянии, они его не усвоили. То есть он прошел мимо них. Поэтому, когда они обретают, наконец, способность развиваться снова, то у них имеется более или менее выраженное отставание от своих сверстников. Но при этом они становятся способны догнать по материалу, то есть усвоить новый материал и догнать своих сверстников. В этот период вклад родителей в обучение этих детей просто неоценим. И многие мамочки это делают и достигают потрясающих результатов. Многие дети начинают развиваться вообще со скоростью ракеты и очень быстро догоняют. Собственно, для тех, кто у нас проходит лечение, мы даем рекомендации, как именно лучше развивать каждого ребенка. Потому что у каждого ребенка есть свой характер, который зачастую, собственно, даже неизвестен, пока ребенок находится в болезненном состоянии. И только после того, как повреждения его заживают, например, исчезает внутричерепное давление, уходит воспаление, ребенок начинает спать ночами, вдруг оказывается, что у него какой-то совсем другой характер, а вовсе не тот, который казалось, что вот он такой вот нервный, что он такой злой, что он такой вот ни на что не обращает внимания. То есть большинство детей оказывается очень милыми, добрыми, нежными, а многие даже очень умными. Тем не менее, сами мы коррекцией не занимаемся. То есть мы не занимаемся тем, чтобы ребенок догнал. Мы даем для этого как бы физическую базу. Мы занимаемся только исцелением органических поражений центральной нервной системы и других сопутствующих органов. То есть это все дает ребенку физическую возможность развиваться дальше. Очевидный вопрос. Все ли типы повреждений центральной нервной системы вылечиваются одинаково? И очевидный ответ, конечно, нет. То есть прогнозы скорости выздоровления сильно зависят, во-первых, от возраста ребенка, во-вторых, от его физического состояния на момент начала лечения. Оптимальный возраст для лечения – это где-то между 2,5 до 5-6 лет. Потому что ребенок младше этого возраста, просто еще жалко, наверное, заниматься лечением, ибо организм может сам преодолеть многие вещи. То есть лечение может вообще не потребоваться. А после 6 лет у детей завершается развитие многих мозговых центров. И требуется гораздо больше усилий для того, чтобы ребенок вышел на нужный уровень в каких-то областях. Например, речь, развитие речи. То есть ребенка, скажем, который в 4 года не разговаривает после исцеления, он начинает разговаривать, научается сам. То есть как будто все было нормально. А ребенок после 6 лет уже нужно в это вкладывать. То есть нужно много занятий с логопедом и так далее. Хотя, опять же, есть дети, которые замечательно развиваются и сами. То есть это все довольно условно. Относительно легкие повреждения заживают быстро, в течение недели, а у некоторых даже и дней. Более тяжелые повреждения требуют, естественно, более длительного периода. Дети, которые уже находятся в пубертате и взрослые – это отдельная история. Там идут уже совершенно другие процессы. При том, что многие вещи могут быть исправлены в этом возрасте, но тут важен очень момент восполнения упущенного материала. Потому что если ребенок, скажем, 6 лет имеет развитие 4-летнего, то у него есть 2 года отставания, которые он за год восполнит. А если ребенку, скажем, 16 лет, и он имеет возраст 8-летнего, ментальный возраст 8-летнего, то не очень понятно, какому возрасту он сможет догнать своих сверстников. И там есть еще другие психологические аспекты, которые тоже следует брать во внимание. Поэтому, собственно, опять же рекомендация, что лечение ребенка должно начинаться вовремя. Спасибо за внимание. Желаю вам всем хорошего дня.